Всем привет! Это Welcome to Jamrack и Куркума. Вы смотрите новости Ямайки. Сегодня в выпуске. Боб Марли и другие. Как проходит месяц регги в этом году? Баунти Кила обещает восстание. Почему ямайцев возмутило строительство жилого комплекса в Сент-Эн? Победа, посвященная народу Ямайки. Кому досталась Грэмми за лучший регги-альбом? И коротко о том, чем отличился Валер. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Ямайке начался месяц регги. Этот четырехнедельный праздник был учрежден правительством в 2008 году, чтобы, цитата, отметить значительное влияние жанра на социальную, культурную и экономическую жизнь острова. И так как в феврале родились два легендарных регги-исполнителя, ныне покойные Деннис Браун и Поп Марли, выбор пал именно на этот месяц. День памяти принца регги отмечается 1 февраля, и праздничный месяц традиционно открывают различные мероприятия, посвященные легендарному музыканту. Этот год не стал исключением. Утром члены семьи Денни Брауна, его близкие друзья и поклонники собрались в Национальном парке героев в Кингстоне, чтобы отдать дань уважения покойному. Кроме того, открытый университет Ассоциации регги-индустрии Ямайки провел свой ежегодный вечер памяти артиста. 6 февраля Ямайка праздновала день рождения Боба Марли. Концерт памяти прошел в Эмансипейшн Парк и собрал около тысячи зрителей. И многие звезды регги и данс-холла в этот вечер поднялись на сцену, чтобы исполнить свои любимые песни Боба. Одним из самых запоминающихся стало шоу мексиканского исполнителя регги Джо Фабио, которого публика встретила очень тепло. Позже в своем интервью популярному изданию The Star артист сказал, что впервые выступал в Кингстоне и был ошеломлен настолько положительной реакцией. Одну из песен Фабио исполнил на испанском, и это слегка напрягло зрителей. Но артист тут же перед ними объяснился. Я знаю, что вы не поняли ни слова, потому что я пел на испанском. Что ж, когда я пришел в музыку, я и вовсе не понимал ничего. Но регги проникло в мои кости, кровь и душу. У этой музыки один язык, одна любовь. И не важно, откуда ты и какого ты цвета. Музыка регги – это про единство. Министр культуры Оливия Грэндж в своем кратком выступлении поприветствовала поклонников Марли и сообщила, что ведет переговоры с семьей покойного музыканта Астана Барретта о том, чтобы перевести его тело домой на Ямайку. Барретт был бас-гитаристом в группе Bob Marley and the Wailers. Он скончался 3 февраля в Майами. Анонсируя основные мероприятия месяца регги в одном из интервью, министр сказала, что главным событием праздника в этом году станет неделя Данс Холла. Она начнется 13 февраля, будет включать в себя различные тематические вечеринки и завершится грандиозным уличным парадом. Он состоится в Кингстоне 18 числа и пройдет по маршруту от развлекательного центра Ренни Уильямса на Хоуп-Роуд до национального стадиона. Кроме того, в рамках праздничного месяца запланирована золотая премия регги, премия Данс Холлы Водс, симпозиум Открытого университета Ассоциации регги-индустрии Ямайки и еще несколько концертов. Но, на мой скромный взгляд, главным событием этого месяца все же остается выход фильма «Боб Марли Ван Лав». Мировая премьера состоится на этой неделе, 14 февраля, но предпремьерные показы уже отгремели на Ямайке, в Лондоне и Штатах, и киноленты уже вовсю обсуждают. Люди говорят о том, что сейчас самое время признать Боба как национального героя Ямайки. Выражают недовольство тем, что премьера фильма на острове была только для богатых. И снова взахлеб обсуждают отношения звезды регги с Ритой и другими женщинами. Поговаривают, что фильм открыл новые неожиданные факты на эту тему. Обещаю вскоре рассказать вам о них подробней. Как говорится, читайте и смотрите Welcome to Jamrat. Будет много интересного. А сейчас поздравляю вас с наступившим месяцем регги и перехожу к следующей теме. Баунти Кила негодует из-за планов китайской строительной компании Чек построить жилой комплекс закрытого типа в Сент-Эн. Согласно проекту, шикарные апартаменты будут воздвигнуты в Мами-бэй, на месте расположенных там поселений коренных народов Тайна. На своей странице в Инстаграм Баунти поделился фрагментом видеозаписи журналистки Халилы Рейнольдс, представляющей отчет о планах Чек. Из ее рассказа следует, что компания начала свою деятельность на Ямайке еще в 2009 году. Спроектировала и воздвигла несколько крупных дорог, а сейчас решила заняться и постройкой жилого комплекса. Он будет включать в себя отель, несколько апартаментов, таунхаусы и особую экономическую зону площадью 740 адров. Все это планируется возвести, цитата, на почитаемой земле, на которой находятся древние поселения коренных народов. Выразив свое крайнее негодование этой ситуации, Баунти заявил, что следует действовать. Он обратился к подписчикам с риторическим вопросом, не стоит ли ямайскому народу вновь начать восстание, и предложил создать петицию против этой застройки. Кто-нибудь должен начать борьбу прямо сейчас, написал артист. Под его постом уже более 500 комментариев. Ямайцы возмущены тем, что страну поглощают китайские компании, и что все это происходит с согласия действующего правительства. Словосочетания «велкоп ту Чаймейка» встречаются в комментариях так же часто, как и обвинения в адрес государственных чиновников в том, что они распродали всю Ямайку. В отчете Рейнольдс отметила, что чек получила землю в Сент-Эн от правительства в качестве оплаты за строительство шоссе. На этот факт указали и журналисты The Glynner в одном из недавних материалов. Они также отметили, что компания планировала развивать недвижимость еще в 2014 году, когда премьер-министром была Порше Симпсон-Миллер. Что именно тогда не дало осуществиться этой задумке, неизвестно. Но в 2017 году, уже при администрации Эндрю Холнеса, планы чек были возрождены. В публикации также говорится, что на землях, отданных китайской компанией, протекают две реки и располагаются знаменитые особняки. Более того, в устье Литтл-Рива расположено по крайней мере одно поселение коренных народов Ямайки – индейцев-араваков или Тайна. Там же ранее обитали их предшественники – представители Редвея, культурной группы, населявшей остров еще в 650 году нашей эры. Активисты также утверждают, что в этом месте находится дом дедушки национального героя Ямайки Маркуса Гарви. Вся эта история повергла в шок не только Баунти и его подписчиков. По поводу планов чек высказался также из Прага Бенц. Он тоже разместил в своем инстаграм-аккаунте видео Халилы Рейнольдс и снабдил его едким комментарием. У меня развивается глубокое чувство презрения ко всем политикам на Ямайке – прошлым и настоящим. Наш народ проклят кучкой правительственных чиновников, коррумпированных эгоистичных тупиц. Когда мы, ямайцы, обратим внимание на это и перестанем быть тупыми болванами, за которых нас держат PNP и GLP? Со Спрага Бенцом не могу не согласиться. Чем больше изучаю историю Ямайки, тем больше понимаю, что во многих бедах на острове виноваты именно политики. И опасения тех, кто комментировал пост Баунти, тоже могу понять. Китайский бизнес уже давно правит на Ямайке, и ямайцы этим фактом уже давно недовольны. Вот почему планы компании Чек возмутили их так сильно. Искренне надеюсь, что посты популярных артистов в соцсетях и активная работа журналистов помогут сохранить земли коренных народов нетронутыми. И мне не придется переименовывать свой канал Welcome to Chimaker. Вернемся к теме регги. В начале февраля состоялась 66-я ежегодная церемония вручения премии Грэмми. И в номинации «Лучший регги альбом» победу одержала работа Джулиана Марли и Антеос под названием «Colors of Royal». Она опередила альбомы Буджу Банта на Беннимана, Коли Батца и Боннин Спея и принесла 31-ю статуэтку Грэмми в коллекцию семьи Марли. С момента учреждения премии свои награды уже успели получить Зигги, Шерон, Дэмиан, Стивен и Сиделла Марли. А теперь к ним присоединился и Джулиан. Сейчас он гастролирует по Австралии и поэтому присутствовать на церемонии не смог. Приз получал продюсер альбома Алекс Антеос, имеющий греческие корни. В своей речи он выразил благодарность жене и матери, а затем сообщил, что посвящает эту победу народу Ямайки. Я хотел бы посвятить это народу Ямайки, который принял меня как одного из своих, оправдав девиз страны – из многих один народ. Восьмитрековый альбом «Colors of Royal», выпущенный в марте 2023 года, стал первой номинацией продюсера на Грэмми. Джулиан Марли удостаивался этой чести трижды, но победил впервые. До этого артист был номинирован в 2009 году с альбомом «Avake» и в 2020 с «AZM». В первом случае Грэмми выиграл его брат Стивен Марли, а во втором – «Coffee». Напомню также, что в прошлом году престижный приз получил Кабака Фирабит, а в 2022-м награда досталась американской регги-группе «Sodja». Что ж, я поздравляю Джулиана Марли и Алекса Антеоса с их первой Грэмми. А всех вас с месяцем регги и началом недели «Данскола». Ну и еще успею быстренько поздравить Валианта. Он на днях получил свою первую премию «Music of Black Origin» в категории «Bad Caribbean Music X». Не Грэмми, конечно, но тоже приятно. На этом у меня все на сегодня. Благодарю вас за внимание и напоминаю, что вы тоже можете сказать мне спасибо за интересный выпуск в комментариях под видео или при помощи донатов. С вами была Куркума и новости Ямайки. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok